Снова скандал и снова в центре Дани Милохин. Он сделал громкое заявление. Сейчас талантливый парень живет на накоплении, мечтает о недостроенном доме в Дубае и ходит с фанатками на свидание. Евгения Медведева навсегда вычеркнула его из своей жизни, а российские фанаты известного тиктокера теперь называют его предателем. Мы раскроем истинные причины поступка Дани Милохина и расскажем, как сейчас живет юноша, сбежавший от мобилизации. Он выехал из страны внезапно, бросив фигуристку Евгению Медведеву на полпути к финалу в шоу «Ледниковый период». Его осудили все, ведь с Женей им приписывали бурный роман, а самого Милохина считали поймальчиком, несмотря на его бурное прошлое. Как вы думаете, почему Милохин все бросил? Нет, не из-за повестки в армию, как трубили все СМИ, а из-за того, что у Дани все было слишком хорошо. Да-да, эту версию он сам озвучил. Все детство Милохин сильно страдал, живя в комнате Юрия Шатунова в том же детском доме, ведь мать безответственно бросила его и брата на произвол судьбы. С 16 лет Даня начал снимать глупые ролики и выкладывать их в социальной сети ВКонтакте, что не имело абсолютно никакого успеха. А потом в жизнь многих Дань ворвался ТикТок с похожим контентом, направленным на полную деградацию подрастающего поколения. Почему же получилось так, что Даня, не имея ни образования, ни голоса, ни даже таланта, смог пробиться среди миллиона таких же, как он, тиктокеров? Он познакомился с продюсером, который вовремя понял, что на танцующих мальчиках можно сделать миллиарды, и вложился в черный пиар Дани Милохина. Это сыграло на руку всем, и спустя два года Милохин уже пел с Николаем Басковым, а гонорары за выступления на корпоративах исчислялись миллионами. Все шло как по маслу. Экранная любовь с Евгением Медведевой – очередной рекламный трюк, который прибавил Милохину значимости и любви поклонников. Но потом, когда приблизился срок службы в вооруженных силах РФ, Даня неожиданно уехал в Дубай. Некрасиво, никого не предупредив. От него отвернулись все, даже государство, которое вроде бы должно дать ему квартиру, ведь брошенный матерью мальчик много лет прожил в детском доме, но ему отказали. А это сразу наталкивает на сомнения по поводу приемной семьи. А точно Даня – сирота? Или это очередной пиар? Тем не менее, тиктокер продал свой майбах, живет на накоплении и не знает, что делать дальше. Он пытается учиться и развиваться, сидя в Эмиратах, но что из этого выйдет? Ведь за счет грамотного продюсирования Милохин и стал знаменитостью. Вряд ли у него самого хватит ума вернуть внезапно рухнувшую карьеру. Он слишком быстро взлетел, а теперь больно падает. Но парень не унывает, утверждая, что таков был его коварный план. Его никогда не привлекало то, что его любят и ценят. Видимо, сложное детство сказалось. А вот резкая критика и забвение влияют на него как мотивация. А недавно Милохин сходил на свидание со своей фанаткой и мечтает закупить много недостроенных домов в Дубае, вложиться в них и продать. Ох, хватило бы денег. А вы бы пожелали удачи Дане Милохину в его начинаниях? Или он не заслужил ее, как предатель Родины? Пишите свое мнение в комментариях.